Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ох, будущее на России выглядит приблизительно так. Вот можете сейчас посмотреть ссылочку внизу в описании к данному ролику. И там на нашу телегу, там борд российский, который они цепляют в разных местах, как на временно оккупированной территории, так и на России. Значит, там борд такой, на нем корейские дети и что-то такое с надписью «Северокорейская Русь, добро пожаловать на отдых». То есть смысл этого всего дела в том, что они фалуют детей в пионерские лагеря, внимание, барабанная дробь, в Северную Корею. Это можно охренеть. Вы бы еще в концлагеря с венцем детей позвали. Ну это вообще аут. Я, честно говоря, не знаю. Но у Гитлера не хватало как бы таланта. Они просто людей засовывали в теплушки и везли в концлагерь, где их убивали. Хотя им тоже рассказывали какие-то сказки, что их везут на какую-то санобработку, еще что-то. То есть, видите, вот Путин у Гитлера учится просто шаг за шагом. А эти, как говорится, детей в Северную Корею на отдых. Вы вообще представляете, какой отдых может быть в стране, где все пляжи обнесены колючей проволокой, чтобы никто не убежал. В которой, например, за то, что ты сорвешь со стены портрет вот этого вот жирной свиньи, как его там зовут, не Ким Чен Ын? А, Ким Чен Ын. Ким Чен Ына тебя расстреляют из крупнокалиберного пулемета. Если повезет, то тебя расстреляют из миномета. Если сильно повезет, тебе дадут пожизненное заключение, и ты сгниешь где-то в концлагере. А может, в таком же пионерском лагере, в который они хотят привезти детей с Украины, с оккупированной территорией Украины. И самое смешное, это Северокорейская Русь. То есть скрепы просто трещат. Вы когда-то видели связь между Русью? Во-первых, какое они сами отношение имеют? Россия к Руси имеет отношение точно такой же, да, как Ангола к Абиджану или там, не знаю, Ангола к Ангине. Вот это точно, да? Начало слово одинаковое, но смысл слегка разный. Какое отношение к Руси имеет современная Россия, то бишь Московия? Если бы они еще претендовали на отношение к Золотой Орде, ну, как-то что-то где-то, хотя они были колонии на самом деле, такой, знаешь, шметком Золотой Орды. И я думаю, что казахам, братьям казахам это было бы неприятно. Ну, ладно, к Орде они хоть какое-то отношение имеют. Какое они имеют отношение к Руси, это покрыто тайной. Только ворованная история, больше абсолютно ничего. Так они, знаете, они не имея сами отношения никакого к Руси, они к ней еще и припендюрили Северную Корею. Вот мне интересно, так я и представляю себе нашего киевского князя Владимира, который, да, выходит, так думает, как там мои родственники, северокорейцы, да? Но ни в коем случае не южнокорейцы. Это первая мысль, которая посещает князя Владимира, когда он настоит там, да, в окне княжевого палаца, с утра подтягивается, думает, так, что я буду делать? Ну, не, нужно друзьям, северокорейцам позвонить. А, ну, тогда не было телефонов гонца отправить. Но главное, чтобы он не перепутал и в Южную Корею не поехал. Ну, как-то так, да? Уровень идиотизма, представляете себе. И вот ты отправляешь туда ребенка, да, а этот ребенок, он приезжает с Украины. Он жил всю жизнь в свободной стране. Он может все что угодно схватить. Он действительно может сдернуть со стены портрет вот этого поросенка, ихнего корейского, который... А знаете, что он поросенок? Он один кушает, он же старается, да, он смотрит, чтобы все северокорейцы были в форме, да, в хорошей такой, спортивной. Соответственно, он кушает все время за них. За них, за них, за всех, чтобы им там трава оставалась, они жуют траву. Кстати, дети, вернутся в Северную Корею, будут уметь жевать траву сочную, зеленую, красивую, как все северокорейцы. Больше ничего оттуда привезти нельзя. А, но с другой стороны, у детей будет, конечно, такой... Ну, возможности открываются, знаете. В Северной Корее, например, есть валютные магазины, ну, туда только иностранцы пускают, и там можно даже жвачку купить. Это, конечно, очень круто. И красивые кульки такие разрисованные, да, тоже. Вот, как знаете, в Советском Союзе году 85-86 кульки стирали тогда, вывешивали, да, и очень хранили, потому что они представляли собой большую ценность. Вот так и в Северной Корее. Короче говоря, расисты, ваша страна идет в таком правильном направлении, ну, приблизительно, как Германия шла вот в начале правления Гитлера. Хотя, в общем и целом, учитывая войну и все остальные факторы, ваша страна приближается уже к концу 44-го года, да. А с чем можно сравнить Северную Корею и вот эти все поиски в Северной Корее? Помните, Гитлер искал когда-то Шамбалу, ну, а Путину у него нет Шамбала, у него заездится, то есть Ким Чен Ын.